17 мая в администрации городского округа город Буй состоялось очередное еженедельное совещание. Заседание началось с приятного момента. Глава города Игорь Ральников поздравил с днём рождения генерального директора УК «Вира» Алексея Баринова и поблагодарил за плодотворный труд на благо города. По сообщению МОМВД России Буйский, за прошедшую неделю поступило 176 сообщений от граждан. Из них о происшествиях – 38. Кражи – 6 фактов. Мошенничество – 1 факт. 12 телесных повреждений. Без вести пропавших – трое, все найдены. Два суицида, 11 некриминальных смертей, 3 ДТП. По административной практике составлено 167 протоколов. За распитие спиртных напитков в общественных местах – 28, в том числе трое пьяных водителей. По сообщению заместителя главы администрации Татьяны Поповой, в период с 10 по 16 мая выявлен один заболевший коронавирусной инфекцией. Всего за весь период 836 заболевших COVID-19. 804 человека выздоровело. 8 человек находятся в стационаре. 4 человека проходят лечение амбулаторно. Умерших за весь период – 20 человек. Всего от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцинировалось 2452 человека. Вторым компонентом – 2076. Была организована выездная вакцинация. Директор ООО «Тепловодоканал» Лариса Золотова доложила о том, что по отделу теплофикации на окончании отопительного сезона остаток угля составляет 170 тонн. На прошлой неделе занимались опрессовкой котельной ЦРБ и по улице Ивана Сусанина. На текущей неделе пройдет опрессовка тепловых сетей от первой квартальной котельной. По водопроводно-канализационному хозяйству. Без воды были два многоквартирных дома – по улице Социализма, дом 33, и Карла Маркса, дом 30. Отключение воды произошло в пятницу. Был организован подвоз воды. Занимались прочисткой самотечной канализации по улице Гединского, 3А, улице Социализма, дом 30. По НФС цветность воды в реке – 163 градуса. В город подается вода – 110 градусов цветности. По сообщению УК «Вира» в АДС поступило 87 заявок. Все выполнены. Занимались текущим ремонтом. От службы судебных приставов поступило 56 тысяч рублей. УК «РЭК» доложила о пяти заявках в АДС. Все выполнены. Занимались текущим ремонтом. По работе с должниками направлено две претензии на сумму 18 тысяч 260 рублей. Заместитель начальника отдела образования Елена Смирнова доложила о том, что уже на этой неделе во всех школах нашего города пройдут последние звонки. В период с 18 по 21 мая пройдут контрольные работы по тем предметам, которые были выбраны учащимися. Команда школы номер 9 выиграла зональный этап всероссийских соревнований «Президентские игры». Соперниками ребят стали команды Буйского, Костромского, Сусанинского и Судеславского районов. Команда девятой школы в период с 20 по 22 мая участвует в региональном завершающем этапе президентских игр в городе Кострома. Победители будут представлять Костромскую область в августе в Анапе. Светлана Муравьева, начальника отдела культуры, молодежи и спорта, доложила о том, что все учреждения работают в штатном режиме. На прошедшей неделе прошли два мероприятия «Ночь в музее» и легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Буйская правда». Продолжаются ежедневные работы по уборке города дорожной службой. На заседании обсудили ремонт светильников на стрелке и привокзальной площади, ремонт питьевого колодца по улице Калинина и уборку строительного мусора по улице Ивана Сусанина, дом 16. Продолжение следует...